Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как выйти из очень токсичных отношений, где есть маленький ребенок, но мать ребенка не дает видеть, потом пишет, что бросил ребенка в замкнутый круг? Спрашивают анонимно. Ну, смотрите, во-первых, здесь нужно определиться, во-первых, с вашими приоритетами, потому что, видите ли, чувство вины, о котором идет речь, в вашем сообщении, вот, связано именно с нечеткостью приоритетов, вот. Вот. То есть, грубо говоря, если вам важен ребенок, то вы, соответственно, будете делать все для того, чтобы быть ребенком. Если вам важно, вот там, грубо говоря, выйти из отношений, вы будете делать все, чтобы выйти из отношений. Вот. И, соответственно, у того и у другого есть своя цена. То есть, в одном случае вы, условно говоря, не теряете из виду ребенка, но при этом страдаете, страдаете в отношениях, вот, ради ребенка, и, в принципе, вы не страдаете, если это ваш выбор, да, если вы, ну, хотите быть с ребенком, например. А в другом случае вы, ну, не находитесь в отношениях и в общем и целом взаимодействуете, вот, как-то с собой, то есть, то есть, ну, грубо говоря, вам вполне может быть, там, достаточно, по-моему, что вы вот, ну, что вы сами с собой находитесь, и вам может быть достаточно того, что ребенок, хотя бы, там, не страдает, грубо говоря, из-за ваших отношений с супругой. Вот. Хотя, ну, понятное дело, что ситуация нехорошая для всех, ситуация нехорошая, и для вас, и для ребенка ситуация нехорошая, то есть, понятно, что, ну, победителей в таких, в таких ситуациях не бывает, вот, но, тем не менее, это первое. Второе, это то, что, если ваша супруга вызывает у вас чувство вины, то речь идет о нарушениях личных границ, и дело здесь совсем не в том, что, например, ваша супруга плохая, и что она не должна, там, поступать так, как она поступает, а дело в том, что вы ей это позволяете. То есть, вы позволяете свои личные границы нарушать. И очень важный, на мой взгляд, вопрос заключается в том, почему и ради чего. То есть, многие люди делают это в целом, в целом, по разным причинам. Кто-то думает, кто-то думает, что таким образом сможет, сможет человека изменить. Кто-то думает, что таким образом, действительно, на самом деле, изкупит свою вину, и в итоге ему будет легче. Вот. Но, как правило, все заканчивается одним, все заканчивается тем, что по большому счету ничего не меняется. Вот. Поэтому... здесь необходимо разбирать ваше чувство вины. То есть, у него есть причины, да, у него есть причины, и вот... Чувство вины есть такой... своего рода... Внутренний конфликт, ну, ваш внутренний конфликт, ну, вот, который вы не можете, не можете разрешить. Ну, самостоятельно не можете разрешить. То есть, вот... Не получается у вас это сделать в данном случае. То, что ваша супруга его... его вскрыв... вскрывает, грубо говоря. Вот. Ну, это... Опять же... Как бы можно... Довольно много говорить о том, например, какая супруга у вас плохая, да? Можно довольно много об этом говорить. Но, повторюсь, практической пользы от этого... Нет, практически нет. Потому что всё равно речь идёт о вас, речь идёт про вас, речь идёт о том, как вы обращаетесь, ну, со своими чувствами, как вы обращаетесь там со своими, ну, грубо говоря, переживаниями, приоритетами и так далее. И речь идёт о том, чего вы хотите. Вот. То есть, в некотором смысле, если вы сами не знаете, чего вы хотите, или вы сомневаетесь в том, например, что вам, ну, что вам нужно, да? то довольно легко вам манипулировать, довольно легко вам что-то навязывать, довольно легко вам что-то вменять. Вот. Такое не очень, не очень хорошее, не очень красивое слово, но оно, в целом, в целом, отражает как-то суть того, о чём мы сейчас с вами говорим. Вот. Немаловажным моментом является то, что раз вы находитесь в такого рода отношениях, то вы находитесь в позиции жертвы. То есть, иными словами, не берёте на себя личную ответственность за свою жизнь, за свои решения находясь в зависимости. Вот. Когда, условно говоря, я завису от другого человека. Вот. Ну, по, там, какой-то причине, да, вот в данном случае, в данном случае вообще, вообще не важно. Что это за причина, да, просто, просто, вот я завис. Да. Вот. Значит, необходимо работать с личной ответственностью, необходимо брать личную ответственность на себя, и тогда вы увидите, как, в общем и целом, в зависимости от вас начнёт отходить. Вот. Сейчас этого не происходит, потому что вы ждёте, эм, эм, того, чтобы, ну, изменилась или супруга, или ситуация. Вот. Ну, может быть, вы рассчитываете, что ребёнок, как-то, вот, подрастёт, и вам будет проще. Ну, по опыту могу сказать, что, вот, проще не становится. То есть, ситуация сохраняется, вот только, в игру вступает ещё, и ребёнок. Вот. Ну, когда он подрастает, да, он, тоже, вот, вступает в игру. Там, и с ребёнком легче, легче манипулировать. Ну это понятно, чтобы легче манипулировать. Так что вам нужно брать свою жизнь в свои руки, вам нужно обректи контроль на твоей жизни, ну это же даже не контроль, это не совсем корректное слово, контроль. Речь идет не про контроль, а про управление, это наверное было бы правильно. Вот, вы берете свою жизнь в спорт управления, вы принимаете самостоятельное решение и в принципе все становится. Может быть и не так хорошо, как могло бы быть если бы вы поступили иначе, допустим. Но всяко лучше чем сейчас, вот. Еще один важный момент хотел бы уточнить, еще один важный момент. Дело в том, что если и когда люди находятся в токсичных отношениях, то почти всегда они имеют какую-то выгоду. вам нужно понять и понять и увидеть, что это за выгода, потому что таким образом вы реализовываете некую свою поправность. в чем-то, так вот, сказать в чем, однозначно нельзя, потому что мы пока вас не знаем, мы с вами не общались. Но я думаю, что узнать это не будет проблемой, если вы, конечно, захотите этим заниматься, грубо говоря. И последний момент на сегодня, последний момент в данном ответе, который я раскрою, это то, что вы, то как, точнее, вы ставите вопрос. Обратите, пожалуйста, внимание, да? Вы говорите, как выйти из отношений. Вы понимаете, вы в этих отношениях оказались не вдруг. Я думаю, вы не будете с этим спорить, что в этих отношениях вы оказались не вдруг, то есть вы в них оказались не случайно. И вы в них оказались не за, ну, пару минут, грубо говоря. Ну вот, вы в них оказались благодаря цепочке своих решений, цепочки своих действий. Соответственно, эту цепочку нужно раскрыть. Нужно ее развязать, нужно ее увидеть, увидеть вам. Вот. Вам нужно самому эту цепочку увидеть. Сейчас пока что вы ее не видите. Вот. И вот. То есть, то, что образовывается, скажем так, системно, то, что образовывается систематично, не заканчивается вдруг. Вот. То есть, это тоже нужно понимать. Поэтому вам нужно меняться, если вы хотите, если вы готовы. Вот. Вам нужно меняться, вам необходимо меняться. менять восприятие себя, менять отношение к себе, менять отношение к своим близким, да, и, возможно, где-то переориентировать свою жизнь. Вот. И тогда вы выйдете, не просто выйдете из отношений, да. Вот. Вы в них больше не будете, не будете попадать. Сейчас ситуация заключается в том, что даже если вы, вот, гипотетически при, там, самом лучшем раскладе, который может быть выйдете из отношений, да, выйдете из них, вот, как вы, ну, как вы хотите. Вот. А с высокой долей вероятности можно утверждать, что вы обратно в них попадете. Вот. Потому что потребность, потому что привычка, вот. вот, потому что модель поведения может быть, ну, вот, какой-то, ну, другой, да. То есть, модель, другая модель поведения вам, вам просто, вот, что называется, может быть, не знакома. Другая модель поведения. То есть, вот, ну, по-другому, по-другому себя вести вы, попросту, может быть, не умеете. Вот. И, соответственно, ну, откуда вот при таком раскладе, да, возьмется какая-то хорошая, позитивная для вас составляющая в дальнейшем развитии событий. Вот. Вот. Поэтому иллюзиями себя тешат мы. Давайте, вот, пожалуй, пожалуй, не будем. Ничего хорошего из этого не получится. Вот. Давайте все-таки будем смотреть на вещи реально. Давайте все-таки будем исходить из того, что вы зависимый человек. То есть, если вы находитесь, ну, если вы находитесь в токсичных отношениях, значит, вы зависимый человек. Точнее, все зависит от человека. Вот. И давайте как-то, вот, все-таки, ну, будем признавать, да, то, что есть проблему. Проблему нужно решать. Вот. А то, сейчас как-то, вот, очень, я бы сказал, сильно похоже на то, что вы, знаете как, у меня проблемы, да, я ее вижу. Вот. Ну, решать, я ее не готов. Вот. Ну, то есть решать проблему я не готов. Вот. Там замечать, ее видеть, видеть, ее я не готов. Это проблема. Вот. Поэтому я просто хочу уйти. Ну, вот. Уйти-то вы, может быть, и, может быть, и уйдете, а, вот. Что, ну, что дальше будет? Вот. Это вопрос. Ну. Опять же. Грубо говоря, не для вас, не для вашего ребенка. Вот. Хорошего ничего не будет. Вот. Ну, а если вы, ну, если вы будете несчастливы, то вряд ли будете счастливы и ваш ребенок тоже. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Спасибо.